Эфир телеканала СКАД продолжает Самарский телевизионный вестник. В студии Павел Баймаков. Здравствуйте. В Самаре в детские сады и больницы поступило тепло. Важные социальные объекты решили подключить раньше сроков. Остальным же отопление дадут после того, как среднесуточная температура около 8 градусов продержится в течение 5 дней. Предполагается, что это произойдет к 28 сентября. К приему отопления все готово. 10 250 многоквартирных домов получили соответствующие паспорта. На 110 котельных и тепловом пункте проведены планово-предупредительные работы. В этом году были обновлены 22 участка теплотрасс. Среди самарских школьников превышен эпидемический порог по ОРВИ. Вообще за неделю в регионе зарегистрировано более 10 тысяч случаев ОРВИ и гриппа, сообщает региональный Роспотребнадзор. Общий уровень заболеваемости находится на неэпидемическом уровне, однако отмечено превышение эпидемического порога в возрастной группе 7-14 лет и 15 лет и старше. Управление Роспотребнадзора по Самарской области напоминает, что наиболее эффективным средством профилактики ОРВИ и гриппа является вакцинация. Она должна проводиться за 2-3 недели до начала роста заболеваемости, поэтому сейчас наиболее подходящее время для того, чтобы сделать прививку. Из-за высокой заболеваемости ОРВИ в Самарской области на карантин закрыли некоторые классы школ и группы в детских садах, сообщили Министерство образования региона. В Самарской области все образовательные организации работают с соблюдением требований Роспотребнадзора и рекомендаций главного санитарного врача России, реализуя образовательные программы в вочном режиме. На карантин преимущественно по ОРВИ закрыты 152 класса в 57 школах, а также 8 групп в 6 детских садах. По информации медиков, данных о вспышках коронавируса в детских образовательных учреждениях у них нет. В Самарской области выявили еще 111 случаев заболевания коронавирусом. Об этом рассказали в региональном оперштабе. 64 человека зарегистрировано в Самаре, 12 в Тольятти, 8 в Сызрани. По три случая заражения подтвердили в Кенеле, Новокуйбышевске и Кенеле-Черкасском районе. По два человека выявили в Похвестнево, Красноярском, Похвестницком и Шанталинском районах. Еще по одному заболевшему прибавилось в Октябрьске, Безенчугском, Волжском, Клявлинском, Нефтегорском, Пестравском, Ставропольском, Хворостяцком, Человершинском и Шагонском районах. 11 человек выявлены среди контактных. 84 пациента обследовались диагнозами внебольничная пневмония и ОРВИ. У них тоже подтвердили коронавирус. А еще 16 жителей области случайно узнали о том, что болеют COVID-19. Им сделали тесты во время профилактического осмотра, и они дали положительные результаты. Всего с начала эпидемии в регионе зафиксировали 10999 случаев заражения коронавирусом. Большая часть пациентов вылечилась. Это 8547 человек. Увы, но увеличилось и число тех, кто так и не смог справиться с опасной инфекцией. В регионе их теперь 177. Только за последние сутки жертвами коронавируса стали две женщины. Одной из них было 65, а второй – 33 года. У обеих были проблемы с эндокринной системой, рассказали в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. Точность до миллиметра, от которой может зависеть человеческая жизнь. Самарские ученые получили грант 4 миллиона рублей. Деньги направят на реализацию проекта создания сервиса автоматической оценки тяжести поражения легких. Подробности далее. Мы здесь видим проекции, с которыми работает стандартный врач рентгенолог. Плюс мы видим маски, которые отмечают места поражения. Плюс есть 3D-визуализация для врача, чтобы он мог оценить, правильно ли отработал алгоритм. Руководитель проекта Александр Понятов наглядно показывает работу сервиса, с помощью которого при необходимости легкие лебронхи можно будет рассмотреть со всех сторон. Помимо этого, область поражения будет четко выделена и полностью структурирована. Ее параметры определит искусственный интеллект, что позволит построить объективную картину течения болезни. Мы делаем систему, которая способна это подсчитывать автоматически и выдавать врачу структурированный отчет. Общий объем легких, количество пораженной тканью пневмонии, количество матового стекла. Мы считаем матовое стекло и консолидацию внутри легкого. Соответственно, это позволяет врачу объективизировать исследование. Он может сказать, что, например, вчера было столько-то кубических сантиметров, прошло две недели лечения, там объем поражения сократился, соответственно, у нас пациент пошел на поправку. И для введения там достаточно сложно, пациенту это очень важно. В связи с пандемией коронавируса за последние несколько месяцев число проведенных в день исследований КТ увеличилось в разы. Сервис автоматической оценки, разработанный самарскими учеными, поможет справиться с огромным объемом информации, которая сейчас хранится в голове у специалиста. Наша цель здесь уйти от субъективности. То есть, когда врач выставляет диагноз ковидной пневмонии, он обязательно указывает процент поражения. И вот этот процент поражения, он влияет на тактику ведения пациента. Нам нужно сохранять высокий уровень качества исследования, высокий уровень описания протоколов, при том, что времени у нас не очень много. Поэтому искусственный интеллект – это как раз способ сохранить качество, способ ускорить нашу работу и ее объективизировать. Практически сервис будет связан с рабочей станцией врача, рентгенолога или же с центральным архивом. И в том и в другом случае результаты исследования будут получены в кратчайшие сроки. В тестовом режиме на базе самарских клиник систему планируют запустить уже этой осенью. А к концу года появится возможность запустить ее в работу проект «Институт инновационного развития Самарского государственного медицинского университета». Получил грант регионального инновационного фонда. На реализацию было выделено 4 миллиона рублей. Софинансирование самого университета составит 1 миллион. Александр Семенов, Паев Баймаков, Дмитрий Лукин, СТВ. В регионе сделали почти 700 тысяч тестов на коронавирус. Это данные Роспотребнадзора. Бесплатно пройти тесты на COVID-19 можно по направлению врача в Центре гигиены и эпидемиологии. В Самарском областном клиническом центре профилактики и борьбы со СПИДом, а также в клинической больнице РЖД медицины. Кроме того, исследования проводят в САМГМУ, больнице Середавина, Тольяттинской городской клинической больнице номер 5, санатории Лесное в Тольятти, Сызранском кожно-верологическом диспансере, а также в частных клиниках и лабораториях. Минздрав назвал три болезни, которые ухудшают состояние пациентов с коронавирусом. Наиболее опасны всего три диагноза. Это артериальная гипертензия, сахарный диабет и ожирение. К числу заболеваний, также усугубляющих течение коронавирусной инфекции, причисляют хронические обструктивные болезни легких, легочные патологии. Отяготить инфекцию также может возраст пациента. С самого начала пандемии COVID-19 говорилось о том, что вирус наиболее опасен для пожилых людей. В последние недели в России растет заболеваемость. В минувшие выходные суточный прирост впервые с июля превысил 6 тысяч человек. Ремонт ремонтом, но хочется, чтобы сделано все было для людей, а не для галочки. Жители 64-го дома по улице Старозагора просят свою управляющую компанию вовремя отреагировать на проблему. Обчередной коммунальной беде и жизни самарцев в нашей постоянной рубрике «Дежурный по городу». Вроде бы хочется порадоваться и сказать спасибо, но пока язык не поворачивается, недоумевают жители девятиэтажки, недавно перед подъездом начали ремонтировать ступени. Положили плитку, установили пандусы, дополнительные перила. Они и стали частью проблемы. Раньше ручки, которые ближе к середине лестницы, ее не было, поэтому было более-менее еще как-то терпимо забираться с велосипедами, с грузами. Сейчас этого сделать практически невозможно, потому что дверь до конца не открывается из-за доводчика. И вот эту подъемную часть нужно переносить на другую сторону. Странно, но профессиональные строители почему-то этого не поняли. Жители дома, в котором больше ста квартир, хотят, чтобы все было сделано по-человечески, а не для отчета о проделанной работе. Очень надеются, что управляющая компания пойдет им навстречу. Александр Семенов, Павел Баймаков, Дмитрий Лукин, СТВ. Один человек погиб, еще двое пострадали в результате ДТП в Приволжском районе. Авария произошла около 4 часов дня 22 сентября на 68-м километре дороги Осинки-Приволжье. По данным ГИБДД, при повороте налево 33-летний водитель Вазовской девятки не пропустил встречную иномарку. Столкновений сбежать не удалось. В результате аварии 29-летняя пассажирка отечественной легковушки погибла на месте. Оба водителя с травмами доставлены в больницу. По данным полиции, предполагаемый виновник ДТП ранее был лишен водительских прав. Кубок памяти Генриха Приматова пройдет в Самаре. Он стартует уже в это воскресенье. В этом году в нем примут участие, кроме хозяев площадки баскетболистов Самары, еще три команды. Это соперники Волжан по предстоящему чемпионату России среди команд Суперлиги-1. Ураломаш из Екатеринбурга, купол родники из Ижевской, команда Темп из Ревды, побеждавшая в этом турнире в 2013 году. На матчах турнира будут действовать особые правила посещения. Рассадка будет производиться в соответствии с правилами социальной дистанции, составляющей полтора метра. Болельщики обязаны носить маски и перчатки. При входе на арену всем болельщикам нужно измерить температуру тела. Болельщики с повышенной температурой 37 градусов и выше не будут допущены. В Самаре установилась теплая и сухая погода. Умеренный северо-западный ветер изменит свое направление на юго-восточный и постепенно ослабеет, сообщает Приволжская УГМС. В четверг ночью переменная облачность без осадков, местами туман, ветер северо-восточный 4,9 метров в секунду, температура воздуха 1,6 градусов. Днем переменная облачность без осадков, ветер восточный 4,9 метров в секунду, температура воздуха 15-20 градусов. В пятницу ночью переменная облачность без осадков, местами туман, ветер восточный 4,9 метров в секунду, температура воздуха 1,6 градусов. Днем переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха 15-20 градусов. На этом у нас все. Интересные новости и программы можно также посмотреть и прочитать на информационно-аналитическом сайте gslimansky.ru. Смотрите и читайте наши новости в группе ВКонтакте. На ваших экранах QR-код. Сканируйте его камерой приложения ВКонтакте. Мы же с вами прощаемся. Всего доброго. До встречи.